Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о теме «Главные члены предложения – тире между подлежащим и сказуемым». Приступаем! К концу нашего урока мы с вами ответим на вопросы. Чем могут выражаться главные члены предложения? И, конечно же, когда нужно ставить тире между подлежащим и сказуемым, а когда нет. В данном задании мы должны списать текст, вставляя пропущенные буквы, а также подчеркнуть главные члены предложения. Работаем! Вечерняя заря догорала. Вставляем буквы. Вечерняя какая? Заря догорала. Что? Заря. Заря что делала? Догорала. У нас грамматическая основа. Подлежащая и сказуемая. Подлежащая выражена существительным, догорала сказуемая выражена глаголом в прошедшем времени. В воздухе начали сгущаться. Что делать? Сгущаться холодные тени. О! Холод – проверочное слово. Что? Тени. Тени начали что делать? Начали сгущаться. Это у нас, конечно же, все сказуемое. Далее. В небе загорелись первые звездочки. Здесь ничего не нужно. Почему? Потому что мы знаем, что в буквосочетаниях ЧК, ЧН, НЧ, НЩА Мягкий знак мы не пишем. Значит, звездочки что? Звездочки что сделали? Загорелись. Следовательно, это наша грамматическая основа. На опушке Е, где разрослись кусты, защелкал соловей. Кто? Соловей. Соловей что сделал? Защелкал. Снова же наша грамматическая основа. Я решил что сделать? Вернуться домой. Вернуться домой. Кто? Я. Я решил что сделать? Решил вернуться. Снова же это у нас все сказуемое. В данном случае подлежащее выражено местоимением, личным «я» и решил вернуться. Это у нас основное глагольное сказуемое. Стал спускаться. Что делать? С холма. Здесь у нас грамматическая основа. Стал спускаться. Один главный член. Это у нас сказуемое. Высокая трава. А. Уже покрытая росой. У. Касалась моих колен. Что трава? Трава что делала? Касалась. Следовательно, это наша грамматическая основа. Слышался какой-то шорох. Что шорох? Шорох что делал? Слышался. Шорох слышался. Это наша грамматическая основа. Небо над моей головой покрылось облаками. Что небо? Небо что сделало? Покрылось. Следующее. С трудом я пробирался вперед. Кто я? Снова же наше подлежащее выражено личным местоимением. Что делал? Пробирался. Это наше сказуемое. Свежая струя пробежала по моему лицу. Смотрим. Струя. Что? Что сделала? Пробежала. Снова же наша грамматическая основа. Я открыл глаза. Кто я? Снова же подлежащее выражено личным местоимением. Что сделал? Открыл. Смотрим. То есть в данном задании мы помимо грамматической основы должны указать предложения, в которых подлежащее выражено личным местоимением. Следовательно, в данном случае у нас личное местоимение. Я. Утро зачиналось. То есть утро начиналось. Что? Утро. Утро что делало? Зачиналось. Это у нас утро, конечно же, существительное. Еще не румянилась заря, но уже забелелась на востоке. Смотрим. Что? Заря. Это у нас подлежащее выражено существительным. Что делало? Не румянилась. Забелелась. Это уже следующая грамматическая основа, так как здесь нет подлежащего. Грамматическая основа выражается лишь одним главным членом, то есть сказуемым. Такие предложения, если вы помните, ребятки, конечно же, называются односоставные. Блитно-серое небо светлело, холодело, синело. Смотрим. Что? Небо. Небо что делало? Светлело. Что делало? Холодело. Что делало? Синело. Данное предложение, оно простое, но осложненное. Осложнено чем? Однородными сказуемыми. Здесь у нас подлежащее небо, оно выражено существительным. Звезды то мигали слабым светом, то исчезали. Что? Звезды. Звезды что делали? Мигали. И что делали? Исчезали. Смотрим. Это снова же простое предложение с однородными сказуемыми. То есть здесь осложненное предложение осложнено однородными сказуемыми. Кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса, и жидкий ветерок уже пошел бродить и порхать над землей. Смотрим. Что? Звуки. Стали что делать? Стали раздаваться. Но обращаю ваше внимание, что здесь не только звуки, но и звуки, голоса, это у нас подлежащее, стали раздаваться. То есть в этой части у нас однородные подлежащие и сказуемые стали раздаваться. Но подлежащее у нас, конечно же, выражено существительным. И жидкий ветерок уже пошел бродить. И у нас что? Ветерок. Ветерок пошел что делать? Пошел бродить, порхать над землей. Снова же у нас однородные и сказуемые. Я проворно встал и пошел вдоль задымившейся реки. Кто? Я. Здесь у нас подлежащее выражено личным местоимением я. Я проворно встал, встал, и что сделал? И пошел вдоль задымившейся реки. Ребята, смотрите. При определении подлежащего мы, конечно же, должны задавать вопросы кто или что. Если нам сложно определить подлежащее, находим сказуемое и уже от сказуемого задаем вопрос. В данном задании мы должны найти подлежащее и поставить от них к выделенным словам вопросы. Что такое? То такой? Каков? Какой? Или же какое? И указать, чем выражено сказуемое. После этого мы сделаем вывод, чем может выражаться сказуемое. Например, гранат. Что такое? Фрукт. То есть гранат-фрукт, это у нас сказуемое, обозначу, что фрукт это у нас сказуемое. Чем выражается? Существительным. Гранат какой? Спелый. Спелый, снова же, сказуемое. Чем выражается? Прилагательным. Гранат каков? Полезен. Каков? Это у нас тоже сказуемый, выражен чем? Кратким прилагательным. Работаем. Особенно красив лес в ранние осенние дни. Что лес? Лес каков? Здесь задаем вопрос. Каков? Красив. Это у нас, конечно же, краткое прилагательное. Красив. Листья легкие, желтые. Что листья? Листья какие? Здесь вопрос. Какие? Легкие, желтые. И, конечно же, они выражены прилагательными. Пишем прилагательное. Далее. Небо над головой? Голубое. Что? Небо. Небо какое? Голубое. Пишем какое? Голубое. И, конечно же, данное сказуемое выражено прилагательным. Воздух тихо. Воздух тих и прозрачен. Что? Воздух. Воздух каков? Тих и прозрачен. Конечно же, у нас тих и прозрачен. Сказуемые. Это у нас краткие прилагательные. Пишем краткие прилагательные. Даль чиста и светла. Даль какова? Чиста и светла. Чем выражены? Конечно же, краткими прилагательными. Ранняя осень. Прекрасная пора. Что осень? Осень есть что? Прекрасная пора. Обращаю ваше внимание. Что такое осень? Прекрасная пора. Это, конечно же, здесь выражено словосочетанием. Ребята, выполнив данное задание, мы с вами поняли, что как подлежащее, так и сказуемое может выражаться различными частями речи. В данном случае сказуемое было выражено и полной формой прилагательной, и краткой формой прилагательной, и даже существительным, а также словосочетанием. Поэтому будьте очень аккуратны. Когда мы говорим сказуемое, не путаем его с глаголами, потому что глагол отвечает на вопрос «что делать» и «что сделать», а сказуемое отвечает на другие вопросы, «что такое предмет», «каков предмет», «какое», «какая» и так далее. То есть здесь у нас сказуемое, а не глаголы. В данном задании мы должны заменить предложение другими, близкими по смыслу, и поставить где нужно тире. Смотрим на образец. Наш сосед добывает нефть. Наш сосед нефтяник. Работаем. Я учусь только на пятерке. То есть я отличник. Я – это местоимение, правильно? Отличник – это имя существительное. Дальше. Старший брат учится в университете. То есть брат у нас студент. Брат. Кто брат? Брат есть кто? Студент. Помните, здесь нужно писать «старший брат – студент». Так как здесь нет места, вы будете у себя в тетради писать полностью «старший брат – студент». А мы здесь написали «брат – студент». Дальше. Мой папа работает на стройке. Мой папа – строитель. Папа есть кто? Строитель. Моя тетя пишет картины. Моя тетя – художник. И последнее наше предложение. Мой товарищ сочиняет стихи. Мой товарищ – поэт. Ребята, давайте посмотрим. Значит, в первом предложении я – отличник. Подлежащее выражено личным местоимением. И как вы заметили, здесь тиры нет. Почему? Потому что у нас есть правило. Если подлежащее выражено личным местоимением, то между подлежащим и сказуемым мы тире не ставим. Дальше. Брат – студент. Вы заметили, что и брат, и студент, то есть и подлежащее, и сказуемое выражено именем существительным. То есть у нас есть правило. Если подлежащее и сказуемое выражается одной и той же частью речи, то между ними, конечно же, ставится тире. Следовательно. Брат – студент. Мой папа – строитель. Моя тетя – художник. И мой товарищ – поэт. Здесь ставится тире «почему?», потому что и подлежащее, и сказуемое выражены одной и той же частью речи. Ребята, мы подошли к концу нашего урока. И как я вам обещала, мы должны были ответить на пару вопросов. Чем могут выражаться главные члены предложения? Главные члены предложения могут выражаться разными частями речи. Мы увидели, что подлежащее может выражаться как именем существительным, так и местоимением. Но помните, что в дальнейшем вы пройдете и другие возможности выражения главных членов предложения. Также мы увидели, что сказуемое может выражаться не только глаголами, но и прилагательными, существительными и даже словосочетаниями. Снова же в дальнейшем вы узнаете о способах выражения главных членов предложения. Следующее. Когда нужно ставить тире между подлежащим и сказуемым? Когда нет. Мы сказали, что ставим тире между подлежащим и сказуемым в том случае, если они выражены одной и той же частью речи. Не ставим в том случае, если подлежащее или сказуемое выражено личным местоимением. Помните эти правила. В дальнейшем, конечно же, вы пройдете и другие правила. В связи с ситуацией с коронавирусом, ребята, будьте очень аккуратны. Почаще мойте руки, дезинфицируйте оргтехнику, гаджеты, которым прикасаетесь. Читайте книги, побольше времени проводите с семьей, берегите себя и своих близких. Всего доброго и до свидания. Здравствуйте, ребята. Тему, которую мы с вами будем сегодня проходить, это окружности. Окружностью называется геометрическая фигура, состоящая из всех точек плоскости, расположенных на определенном расстоянии от заданной точки. Посмотрите, вот заданная точка С, и все остальные точки расположены на определенном расстоянии от заданной точки С. Заданная точка С называется центром окружности. Далее давайте рассмотрим следующее определение. Кругом называется часть окружности, часть плоскости, которая ограничена окружностью. Вот посмотрите, вот часть плоскости, то, что внутри, это круг, а ограниченная, видите, это у нас окружность. Далее, посмотрите, отрезок, соединяющий центр окружности с любой точкой окружности, называется радиусом. Вот посмотри, центр окружности С, вот точка А, и данный отрезок называется радиусом. мы можем говорить, что радиус Са. Следующее, посмотрите. Отрезок, соединяющий две любые точки окружности, проходящие через ее центр, называется диаметром. Вот посмотрите, отрезок Ба проходит через центр окружности С, и этот отрезок называется диаметром окружности. Диаметр окружности равен двум радиусам. Вот посмотрите, СБ и СА. Хорда. Что же такое хорда? Отрезок, который соединяет две любые точки окружности, но не проходящий через ее центр. Называется хордой. Вот посмотрите, А и Б, это у нас хорда. Дальше, центральный угол, что же он называется у нас центральным углом. Угол, вершина которого находится в центре окружности, и заключенная между двумя радиусами, называется центральным углом. Посмотрите, вот ее вершина находится в центре окружности С. Этот угол заключен между двумя радиусами СЕ и СФ, и он называется центральным углом. Е, С, Ф. Это у нас центральный угол. Еще запомните, что полный оборот окружности равен 360 градусов. Давайте рассмотрим следующую задачу. Внутри квадрата АВСД нарисована окружность, как показаны рисунки, и чему равен радиус окружности, если сторона данного квадрата равна 8 см. Сторона квадрата у нас равна 8 см. Давайте обозначим. Мы сказали, что у квадрата все стороны равны друг другу, 8 см. И мы должны найти радиус вписанной окружности в данный квадрат. Давайте нарисуем сначала радиус. Вот я провела радиус данной окружности, обозначу здесь точку К и обозначу буквой Р. Мы должны найти ХК. ХК у нас равен радиусу окружности. Если я продлю данный отрезок, вот посмотрите, я продлила, обозначу эту точку, например, точкой П. Если я продлю, то у меня получится диаметр окружности КП. Если мы внимательно посмотрим, то диаметр данной окружности КП равен стороне квадрата. Значит, пишем, что диаметр КП равен стороне квадрата АВ. А сторона квадрата у нас равна 8 см. Диаметр данной окружности равен 8 см. А мы сказали, что диаметр окружности равен 2 радиусам. Таким образом, чтобы найти радиус R, мы должны диаметр разделить на 2. 8 делим на 2, получается 4 см. Таким образом, радиус вписанной окружности в данный квадрат со стороны 8 см у нас равен 4 см. Рассмотрим следующую задачу. Чему равны стороны прямоугольника АВЦД, если диаметр каждой вписанной окружности равен 3 см? Диаметр каждой окружности равен 3 см. Давайте обозначим 3 см, 3 см и 3 см. Посмотрите, если мы соединим эти все отрезки, то вот этот большой отрезок у нас равен стороне АД. Я обозначу какими-либо буквами. Давайте обозначим, например, А1, Д1. Мы видим, что отрезок А1, Д1 равен стороне АД нашего прямоугольника. А сколько у нас таких диаметров содержится внутри? 3 диаметра, поэтому я 3 умножаю на 3, получается 9. Значит, наша сторона АД равна 9 см. Мы нашли одну сторону, вот длину нашего прямоугольника. Мы теперь должны найти ширину. Если я вот так вот нарисую диаметр, это же тоже диаметр окружности, и он тоже равен 3 см, таким образом мы видим, что наш этот диаметр, я его обозначу через ПК, равен стороне АВ, то есть ширине прямоугольника. ПК равен АВ, и он равен 3 см. Вот мы нашли все стороны нашего прямоугольника. Ширина АВ равна 3 см, длина прямоугольника равна 9 см. Следующая задача. Найдите углы, отмеченные вопросительным знаком. Давайте посмотрим. Мы знаем, что полный оборот окружности равен всего 360 градусов. Если мы рассмотрим вот данный угол, вот этот, он является развернутым углом, а мы знаем, что развернутый угол равен 180 градусов. Угол 60 и вот этот вопросительный угол, они являются смежными углами, а сумма смежных углов у нас равна 180 градусов. Я обозначу этот угол через Х, этот угол обозначу через У. Таким образом, мы получаем 60 градусов плюс Х равен 180 градусов. А теперь мы получаем, что наш Х равен 180 градусов минус 60. Х чему будет равен? 120 градусов. Первый угол мы нашли. Давайте найдем второй угол. Если мы посмотрим с этой стороны, то этот угол тоже у нас развернутый угол. Эти два угла являются смежными углами. Сумма смежных углов, опять же, 180 градусов. Таким образом, мы получаем, что У плюс 100 градусов равен 180 градусов. У чему равен? 180 градусов минус 100 градусов. У у нас будет равен 80 градусов. Вот мы нашли два угла. Х у нас равен 120 градусов. У у нас равен 80 градусов. На этом наша тема окончена. Берегите себя, мойте руки, носите маски. До свидания. Добрый день, дорогие ребята. Сегодня мы начинаем с вами третий модуль. Он посвящается скрейчу. Сначала повторим то, что мы с вами прошли. Рассмотрим проект. Посмотрите, как запускается проект, какие спрайты участвуют в проекте, и что делает каждый из спрайтов. Если мы нажмем на спрайт «Бабочка», то она говорит, какой красивый цветок. Нажав на спрайт «Цветочек», он ответит, да, я такой один. Мы хотим изменить проект таким образом, чтобы он запускался не при нажатии на спрайт, а при нажатии на флажок и действовал как мультфильм. Что для этого мы должны сделать? Мы должны убрать команды, когда нажат спрайт, и добавить команды, когда нажат флажок. Посмотрим, что из этого получится. При этом, ребята, у нас получится так, что при нажатии на флажок у нас бабочка и цветок говорят одновременно. Как можно этого избежать? Вот мы сегодня обсудим с вами тему диалоги. Диалог – это обмен фразами между двумя или более героями игры или мультфильма. Как мы видим фразы героев? Когда говорят герои, над ними всплывает облачко, и появляется тот текст, который они произносят. Например, бабочка, какой красивый цветок, да, я такой один. Вот эти облачки будут всплывать над каждым спрайтом. Для создания диалогов Scratch нам нужны какие команды? Нам нужна команда, когда нажат флаг, он запускает диалог, и следующая команда – говорить привет две секунды. Создается облачко над спрайтом, в котором появляется текст на определенное время, в данном случае на две секунды. Примеры скрипта с блоком повторить. Когда у нас бабочка произносит фразу, какой красивый цветок, она говорит две секунды. Когда же у нас цветок говорит, он говорит две секунды. Почему спрайты говорят одновременно? Дело в том, ребята, что при нажатии на флажок оба участника говорят одновременно, поэтому диалога не получается. Как нам нужно исправить скрипт, чтобы очередность соблюдалась? Во-первых, нам нужно учесть время. Сколько времени говорит один, столько же времени должен ждать другой спрайт. И мы также должны соблюдать очередность. При помощи таблицы можно написать диалог спрайта. Вот здесь на таблице вам показан спрайт 1 и спрайт 2. Спрайт первый говорит фразу, в это время спрайт 2 слушает. Когда второй спрайт говорит, первый спрайт слушает. Мы точно так же можем с вами определить и время. Если первый говорит 3 секунды, то второй ждет 3 секунды и слушает. Если второй говорит 2 секунды, тогда первый слушает и ждет тоже 2 секунды. При помощи таблицы можно написать план диалога. Для этого мы с вами посмотрим опять-таки на таблицу. Здесь мы видим скрипт для спрайта «Бабочка». Он говорит фразу «три секунды», а потом «две секунды» ждет, когда говорит цветок. Почему дальше у нас нет фраз? Потому что это последний блок, и здесь можно команду «ждать» не ставить. Как понять, сколько герой говорит и сколько ждет? Здесь нам указано время, то есть при помощи времени мы можем подсчитать, сколько герой должен молчать и сколько говорить. Давайте вместе теперь напишем скрипт по таблице для спрайта номер 2. Если у нас спрайт номер 2 слушает и ждет три секунды, а потом он говорит свою фразу «две секунды», то у него будут использоваться вот такие команды. То есть, когда нажат флажок, ждать три секунды, а потом говорить две секунды. Правильный ответ. Нет. Обратите внимание на то, что у нас скрипт начинается с команды «ждать» три секунды. Посмотрим теперь на результат. Сначала говорит бабочка, цветок ждет, а потом говорит цветок. У бабочки нет ждать, потому что больше нет фраз. Посмотрим задание первое. Давайте найдем с вами ошибку, что нужно исправить в скрипте, чтобы спрайты вели правильный диалог. Спрайт курица говорит, пора завтракать две секунды. При этом у спрайта цыпленок нет подождать две секунды, поэтому наш спрайт будет работать неправильно. Для того, чтобы он работал правильно, мы для второго спрайта должны добавить команду «ждать две секунды». Следующее задание. Найдите ошибку, что надо исправить в скрипте, чтобы спрайты вели диалог. В данном случае, ребята, у нас спрайт курица говорит две секунды, а спрайт цыпленок ждет 10 секунд. Потом цыпленок говорит две секунды, спрайт курицы ждет 10 секунд. Как мы должны исправить здесь? Если курица говорит 2 секунды, то спрайт цыпленок тоже должен ждать 2 секунды. Если цыпленок говорит 2 секунды, то спрайт курица тоже должна ждать 2 секунды. Третье задание. Посмотрите мультфильм и определите, что в нем не так. Вставать по солнышку. Здесь они вместе говорят. И слайды меняются так быстро, ребята, что мы не успеваем их прочитать. Поэтому здесь нужно отрегулировать время. Сейчас мы с вами перейдем к работе на платформе и посмотрим, какие у нас там задания. Первое задание у вас электронный учебник. Сначала мы с вами, ребята, должны посмотреть, как работает проект. Для этого мы заходим вот сюда в задание. Это точно так же, как у вас происходит задание, допустим, по математике. Вы читаете задачи по математике, а потом уже производите решение. Точно так же и здесь. Мы с вами должны сначала посмотреть, как работает этот мультфильм. Бабочка говорит, летим скорее. На той поляне поспели ягоды. Я летать не умею. Тогда ползи за мной. Это я могу. После этого, ребята, вы должны посмотреть, как выполняется задание. Нажимаете на первое задание, подсказку. И вам здесь дается табличка. По этой таблице, ребята, вы можете посмотреть, сколько минут говорит один спрайт, сколько минут ждет другой. В этой таблице показано спрайт номер один, это у нас бабочка, и спрайт номер два, это у нас жук. Раз первая бабочка говорит три секунды, то спрайт жук должен ждать три секунды. Затем жук говорит, я летать не умею. Сколько времени он говорит? Он говорит две секунды. Поэтому бабочка будет две секунды ждать. Вслед за этим бабочка говорит, тогда ползи за мной. Сколько секунд она говорит? Две. Значит, спрайт жук будет две секунды ждать. В ответ жук отвечает, это я могу. Он две секунды ждет, поэтому бабочка должна тоже ждать две секунды. После этого, ребята, вы должны поставить здесь галочку, перейти на второе задание. Во втором задании вам говорят «Рассчитай время при помощи таблицы». В третьем задании вам дается такая подсказка, то есть вам даются команды, которые вы должны рассмотреть. Сюда вы должны поставить время, какое время должны говорить и какое время должны ждать спрайты. После всего вы должны обязательно запустить свой мультфильм и посмотреть, как он работает. Поставив все галочки, вы переходите на следующее задание. Опять посмотрим, как работает спрайт. Опять у нас герои бабочка и жук. Посмотрим, как они работают. Привет, привет. Я нашла ягоды. Где? Посмотрите, здесь выдержано время. Опять вы должны посмотреть, ребята, выбрать нужные команды и посмотреть опять-таки на таблицу. Только благодаря таблице вы с легкостью можете составить этот скрипт. Вы должны заполнить все поля и опять-таки запустить проект. При этом, ребята, не забывайте ставить галочки. Посмотря на таблицу, вам нужно определить, какому динозавру принадлежит какой скрипт. Давайте посмотрим время. Так как красный динозавр говорит фразу, а зеленый слушает, значит, мы должны с вами посмотреть, сколько секунд говорит фразу красный динозавр. И он начинает первым говорить. Посмотрим сюда. Таким образом, красный динозавр начинает говорить, зеленый динозавр ждет. Перейдем к следующему заданию. Вам здесь нужно определить, где хранится информация, а где она обрабатывается. Напомню, что обработка информации – это информационный процесс, когда у нас на входе одна информация, на выходе другая. Здесь вам говорится, что компьютерная программа проводит вычисления. Раз она проводит вычисления, значит, это и есть обработка информации. Сейф сохраняет ценные документы, музыка лежит на USB-накопителе. Это все хранение информации. Обработка информации, когда школьник решает задачи контрольной работы, и когда компьютер обрабатывает вычисления. На заключительном этапе, ребята, вам нужно будет составить спрайтами, которые разговаривают. Поэтому вы должны для себя уяснить, что у вас здесь является сложным, и написать сюда. После того, как нажимаете на «плюс», и ваш ответ загружается в лабораторию. И дополнительно у вас есть клавиатурный тренажер, на котором вы увеличиваете скорость печатания. Дальше вам дается задание для самостоятельного решения. Вы должны будете написать мультфильм, когда котик, мышка, три спрайта у нас, котик, мышка и пирожное. Котик уходит и говорит, что посмотрю, кто пришел из гостей. Мышке показалось, что очень вкусное пирожное, она его съедает. Появляется котик и говорит, привет, ты не видел вкусное пирожное? Нет, отвечает мышь. Такой мультфильм вам нужно будет создать, ребята. Ребята, я хочу с вами сегодня поговорить о коронавирусе, о чем именно, о масках. Если вы используете маску одноразовую, ее нужно носить не более 2-3 часов, а потом выбрать из нее мусорный бак. Если же вы используете многоразовую маску, вы должны тоже ее носить не более 2-3 часов. После этого вы должны ее постирать в горячей воде с мылом, потом ее отпарить и обязательно высушить, чтобы она была не влажной. Ребята, берегите себя. Я желаю вам здоровья и успешной учебы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин